Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Каждого из нас с детства учили воспринимать жизнь как серьезную вещь. Нам безрезультатно пытались доказать, что каждый неосторожный шаг может перерасти в большую трагедию. Жаль, что человек понимает вес этих слов только тогда, когда наступает на собственные грабли. Однако этот семилетний мальчик заплатил за свою ошибку максимальную стоимость. Он поплатился за нее жизнью. Эта трагедия случилась в Сочи 3 августа, около двух часов дня. Все участники трагедии жили неподалеку Свирского пляжа, в Лазаревском районе. День ничем не отличался от других. Люди мирно гуляли пляжем, скрываясь здесь от суеты большого города. Среди всех отдыхающих была бабушка с внуком. Они решили пройтись по мосту через реку. Оказавшись на мосту, мальчик сразу же начал веселиться. Сколько бабушка не просила его быть осторожным, мальчик как будто ее не слышал. И продолжал упорно носиться от края к краю и прыгать в каждую лужу, меряя ее глубину. В какой-то момент радостный парень вдруг исчез с виду, как сквозь землю провалился. Собственно, это и произошло. По неосторожности мальчик поскользнулся и слетел в ливневке. Как оказалось, там, куда он прыгнул, слой покрытия был уже очень тонким. От такой резкой нагрузки и вовсе провалился. После такого ужаса женщина на несколько секунд замерла. Ей все еще не удавалось понять, что все это реальность. Она надеялась, что ей это просто померещилось, а сам мальчик просто где-то спрятался от нее. Женщина начала оглядываться вокруг и растерянно звать малыша. Люди вокруг начали подбегать к краю и, глядя вниз, в ужасе звать на помощь. Осознание трагедии вывело женщину из ступора и заставило немедленно действовать. Она не колеблясь подбежала к краю в надежде увидеть внука. Женщина заметила, как он тщетно пытается удержаться на поверхности воды и как его плавно сносит течением. Тогда она решила прыгнуть за ним вниз. Однако было уже слишком поздно, его подхватило течение, которое очень быстро отнесло мальчика в открытое море. Шансов помочь ему самостоятельно у нее просто не осталось. Помогать бросились и все неравнодушные. Они надеялись, что ему удалось где-то зацепиться или малыша снесло на берег. И несмотря на то, что прошло уже несколько часов, люди продолжали искать мальчика на берегу. В то же время море под свою опеку взяли спасатели. Несколько небольших, но очень быстрых катеров кружили по открытой территории, осматривая практически каждый сантиметр моря. С каждой минутой надежда найти мальчика живым таяла на глазах. Все это время женщина, которую уже извлекли из воды, оставалась на берегу. Она корила себя за неосмотрительность и молила небеса, чтобы вернули ее внука живым. Но у судьбы на него были совсем другие планы. Очень скоро здесь появились напуганные родители. Плач убитой горе матери слышали не просто окружающие, но и весь город. Она была готова прыгнуть в пропасть, лишь бы вытянуть оттуда своего малыша. Через три часа спасатели сообщили всем ужасную новость. Среди воды они нашли тело мальчика, у него не было никаких признаков и даже шансов на жизнь. Вероятнее всего, мальчик захлебнулся соленой водой. Несмотря на все утверждения очевидцев в качестве рассказов, доказывающих, что малыш умер собственной смертью, полиция начала досудебное расследование и пытается установить истинную причину смерти. Теперь тело мальчика отправится на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас следствие обязано провести некоторые действия, чтобы проверить все версии, которые им сообщили очевидцы и установить общую картину трагического события. Только после этого будет принято решение, сообщают в пресс-службе полиции. Как оказалось, среди очевидцев были и те, кто начал снимать события. Позже это ужасное видео они опубликовали в соцсетях. Именно здесь и показаны основные этапы смерти мальчика. Малыш даже не подозревал об опасности и продолжал упрямо прыгать по лужам. Как вдруг исчез в одной из них, его подхватывает течение и начинает стремительно уносить в море. От таких кадров замирает сердце не просто у родителей, но и случайных очевидцев. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.